Курить или не курить? Отвечать на этот вопрос приходится многим жителям страны. Теперь закурить по одной нельзя ни в кафе, ни в гостинице, ни в тамбуре поезда. Даже на безлюдном перроне. Только дома или в собственной машине можно спокойно насладиться сигареткой. Дмитрий Шаманин, курильщик с 20-летним стажем, к новому закону привыкнуть до сих пор не может. Я не понимаю, почему нельзя в строго отведенных местах курить, например, человеку, у которого никотиновая зависимость. Мне кажется, можно сделать места для курения и курить в этих стажах. А, конечно, не так вот, где люди там стоят, но можно сделать везде курилки и курить в курилках. На Липецком ЖД вокзале есть одно место для курения. Но как только пассажиры сядут в поезд, то уже не обнаружат привычные пепельницы в тамбурах. Сам перекур возможен только на станциях дальнего следования. Для курильщиков такая поездка – проверка на прочность, а вот некурящие пассажиры могут теперь вздохнуть спокойно. В тамбурах все пепельницы убраны, поэтому у нас все чистый порядок. У нас на больших остановках выведены специальные места, поэтому они ждут своей очереди, выходят на станциях на больших курят, все у нас культурно, выбрасывают окурки в отведенных местах в урны и спокойно заходят в вагоны. Поэтому как бы особых проблем у нас не возникло. Купить сигареты тоже стало сложнее. Во-первых, теперь только в магазинах, а не киосках или лотках. Во-вторых, привычная сигаретная витрина с десятками марок теперь скрыта за невзрачным прескурантом под названием «Табак». Допустимо только по списочное выставление. Товар должен быть представлен в списке без каких-либо выделений, одинаковым шрифтом, на белом фоне, по алфавиту, в алфавитном порядке. И предъявляться гражданину товар может только по его требованию, когда он уже определился своим выбором. Ущемлять курильщиков начали еще с 2013 года. Тогда был введен запрет на курение в общественных местах. За нарушение этого постановления были наказаны десятки человек. Сейчас закон работает в полную силу. Штрафы немаленькие. Для юридических лиц до 80 тысяч. Для физических до 3 тысяч рублей. Дмитрий Курмаков, Ирина Соломенцева, Игорь Петрухин, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время. Пребывается на первый пункт, первый пункт шума.